С 10 по 16 февраля самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике выполнили 444 боевых вылета, в ходе которых наносили точные удары по 1593 объектам террористов в провинциях Дар-Изор, Дыра, Хомс, Хама, Латакия, а также Алеппо. За последние сутки на севере и северо-западе Сирии правительственными войсками и силами патриотической оппозиции полностью освобождено от террористов более 100 квадратных километров территории, включая 7 населенных пунктов. При этом с начала месяца в Сирийской Арабской Республике от террористов было освобождено 800 квадратных километров территории и 73 населенных пункта. Во всех населенных пунктах сирийскими властями налаживается мирная жизнь, местные жители получают коммунитарную помощь, восстанавливается подача электричества и воды в сетей связи, приступают к работе местные правоохранительные органы. После достижения в конце прошлой недели рамочных договоренностей о прекращении в Сирии боевых действий, на юге, особенно севере страны, отмечается резкая активизация террористических группировок. При этом между бандформированием дислоцированной в юго-западной части провинции Алеппо и северо-западной части провинции Идлиб усилились разногласия по вопросам контроля территорий. Так, между отрядом группировки Джебгата Нусра под командованием полевого командира Фуада Саддам Хусейна в северо-западной части провинции Идлиб и бандой полевого командира Абу Халида Ассурья в районе населенного пункта Эль-Атариб в юго-западной Алеппо произошло несколько боестолковей, в результате которых имеется большое количество погибших и раненых боевиков с обеих сторон. В связи с осложнейшейся обстановкой в районе города Алеппо террористы приводят массовую эвакуацию своих семей на север провинции к турецкой границе. Однако в связи с ужесточением турецкими властями пропускного режима через границу без препятствия пропускаются в основном только раненые боевики. Одновременно через турецко-сирийскую границу продолжается доставка в темное время суток террористами в Идлибе и Алеппо оружия, боеприпасов и подкрепления живой силой. Так, только прошедшие сутки в окрестностях города Тель-Рифат в провинции Алеппо ночью беспилотными средствами было вскрыто передвижение автоколонны из семи джипов с крупнокалиберными пулеметами и боевиками в кузовах, а также двух грузовиков с боеприпасами. В результате удара самолета Су-34 автоколонна была уничтожена. С конца прошлой недели Турция наносит массированные артиллерийские удары из крупнокалиберных артиллерийских установок как по сирийским правительственным войскам, так и по отрядам оппозиции приграничных районов. Средствами объективного контроля зафиксировано нанесение турецкой артиллерии более ста залпов по приграничным населенным пунктам провинции Алеппо. Мы сейчас в очередной раз представим вам и всему мировому сообществу эти доказательства. Одновременно Анкаруи развернута агрессивная информационная кампания ведущих мировых СМИ против России с целью недопущения потери своего контроля над северной и северо-западной частью Сирии, где турецкие власти де-факто последние годы являлись абсолютными хозяевами. Со вчерашнего дня мы услышали много обвинений в наш адрес со стороны руководства Турции, ее союзников и подконтрольных филиалов известных организаций. Находившийся с визитом на Украине премьер-министр Ахмед Доватаглу вчера договорился даже о якобы нанесении России из акватории Каспийского моря удара, подчеркну, баллистической ракетой по госпиталю провинции Длиб. Сразу скажу, что в составе Каспийской флотилии нет ни одного корабля, способного осуществлять такие пуски баллистических ракет. Более того, в течение одного вчерашнего дня сообщения в западных СМИ о якобы объектах в Сирии, о жертвах нарастали как снежный ком. От якобы одной больницы утром в провинции Длиб до пяти больниц и даже нескольких школ в конце дня. Причем уже не только в Идлепе, но и в Азазии, провинции Алеппо. А для особого резонанса обо всех якобы пораженных больницах сначала сообщалось, что они подчеркнули, поддерживаются представителям организации «Врачи без границ». Затем же для максимальной похожести с инцидентом уничтожение американской авиации госпиталя в Афганском Кундузе слова поддерживаются, были как по команде забыты западными средствами массовой информации. И к вечерним телеэфирам все якобы разбомбленные объекты трансформировались в госпиталя «Врачи без границ». Прежде всего хочу заявить, что ни о каких госпиталях Организации «Врачи без границ» до вчерашнего дня ни в Идлепе, ни в Азазии никому кроме турецких властей почему-то не было известно. Никакой информации об этих учреждениях вы нигде не найдете, включая и сайт Организации «Врачи без границ». Более того, на этом же сайте довольно легко обнаружить сообщения о якобы уничтоженных больницах и школах в Азазе, датированном еще 10 февраля. То есть эта заготовка была сделана, но не реализована накануне встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США на встрече в Мюнкене, результаты которой, как мы и предполагаем, не нравятся в Турции. А в сообщениях о 15 февраля, о якобы уничтоженной больнице в Идлепе, вы не найдете в данном учреждении ни одного фото или материала, целый или разрушенный. Хотя «Врачи без границ» всю свою деятельность во всех странах тщательно документируют на фото и видео. Разгадка проста. Оба сообщения о якобы уничтоженных больницах и школах в Азазе от 10 февраля и в Идлепе от 15 февраля содержат одни и те же исходные данные. Дизиантеф, Турция. Информация о том, где писались эти фальшивки, видимо, по недосмотру авторов или редакторов сайта, оказалась опубликована. Еще раз подчеркну, не Сирия, не Идлеп или Алепа, а приграничный с Сирией турецкий город Гази-Антеп. Кстати, именно в нем, по странному совпадению, под угидой турецких спецслужб, сегодня развернуты самые крупные лагеря подготовки прибывающих в страну, в том числе и из стран СНГ, боевиков, которые после обучения направляются воевать в Сирию в составе туристических группировок. Если кто-то в Турецкой Республике надеется, что мы об этом не догадываемся, не надо строить иллюзии. В завершении еще раз напомню, что российскими вооруженными силами совместно с партнерами развернута многоуровневая система разведки, обеспечивающая круглосуточное получение достоверной информации о деятельности террористов на территории Сирии и о ее деятельности. Все удары по целям террористов наносятся только после многократной проверки полученных данных и согласованных действий с целью исключения риска для мирных жителей.